Здравствуйте, друзья! С вами Максим Давыдов. В преддверии Дня Великой Победы мы решили вспомнить наиболее яркие моменты, которые связаны с проведением Парада Победы в нашем городе-герое Севастополе, вместе с людьми, голоса которых хорошо известны многим жителям нашего города, да и гостям тоже. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Комарова и актер Севастопольского драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота, заслуженный артист Крыма Юрий Пимкин, люди, которые в течение многих лет озвучивают Парады Победы в городе Севастополь. Людмила Васильевна, Юрий, проведение Парада Победы – это, скажем, без ложного пафоса, очень ответственная миссия, и далеко не каждому она может быть поручена. Давайте вспомним, как у каждого из вас все начиналось, когда каждый из вас провел, озвучил свой первый Парад Победы. Ну, наверное, я начну, потому что я как бы раньше начала эту историю, в смысле ведение этих парадов. Мы дикторы были с Виталием Матвиенко, если кто, не знаю, может быть, зрители еще помнят, потому что он старший митчман дивизии надводных кораблей, писал прекрасный сценарий, мы с ним начинали это все. И он же, мы вместе с ним вели и День военно-морского флота, и потом нам поручили, приходят, говорят, будете читать Парад Победы. Да, были репетиции, мы всегда знаем, что в городе их где-то три обычно всегда проходит, предгенеральная, там еще одна репетиция, если что-то не так, как и генеральная репетиция и сам парад. Здесь, ну, особенность, конечно, как я вспоминаю, что, в принципе, все время меняли точки, откуда читать. Мы уже не раз как бы вспоминали это. Действительно, не везде было удобно, и каждый раз выбирались, то возле столба, то под платаном, то на балконе, то там. Ну, это интересно, потому что я, например, думал, что есть какая-то стационарная одна точка, где сидят дикторы, читают текст, как вот на День военно-морского флота на волне. А на День Победы, оказывается, вас всегда перемещали, каждый год из одного места друга. Все время перемещали, наверное, только последние года, вот, собственно, напротив ЗАГС собрания, вот этот переход, и вот уже несколько лет фактически как бы выбрали эту точку, почему-то она, в общем-то, более так приглянулась, ну, и, ну, я не знаю, я, ну, больше 15, это однозначно, потому что с Виталием мы еще читали еще раньше, вот. Вот, и, конечно, раньше парады, они были более массовые, ну, во-первых, очень много ветеранов, и это, ну, больше часа, наверное, шел этот, вот раньше, как это, народу было, действительно, там, поздравляли этих ветеранов, цветы им, и особое, вот, ну, действительно, особое волнение, вот, мне зря говорят, что праздник со слезами на глазах, вот, фактически, вот. Вот, ну, вот лет 15 мы с Юрой вспоминали, говорю, когда мы с тобой начали читать эти парады, ну, да, где-то лет 10 или больше даже, да? Ну, да, я с вами начинал на День военно-морского флота лет 15 назад, а уже День Победы было приглашение позже. Ну, День Победы, конечно, отличается от Дня военно-морского флота, еще он отличается не просто тем, что сам праздник, а тем, что читать надо чуть ли не среди людей, которые находятся рядом, среди тех, кто марширует, тоже все вблизи, очень ответственно, конечно, очень волнительно, и хочется, конечно, посмотреть, как маршируют, как выглядят. Ну, надо все время заглядывать тексты, не подставать тексты. Ну, все время смотришь, да, за тем, что происходит. Режиссер рядом говорит, что читать, что не надо, кто уже должен начинать, кто еще должен готовиться, потому что сейчас в строй идет одних войск, потом других, ну, вот так все. А самое это, самое, когда идет техника, а мы стоим буквально в метре, и они газуют. Газы, шум, все это, горло. Это что-то с чем-то, тут, я говорю, надо было просто одевать противогаз, потому что невозможно, и уже так задерживаешь дыхание, уже читаешь, вот Юра там откашляется. Да, один кто-то запнулся, другой подхватывает, потому что невозможно. Да, и себя не слышно. Мы буквально, мы еще же эхо, вот эти колокола, которые по городу, они же эхом. И, ну, кто где-то говорит, ну, я уже слушала, когда в одолении, ну, одно дело, да, а когда ты тут читаешь, а там с опозданием идет это эхо, и думаешь, тут действительно эти газуют, эти кричат, эти шумят, тут ничего не видно, эти уже танки там идут, а мы еще об чем-то говорим другом, они уже прошли давным-давно. Да, очень хлопотно, очень ответственно и очень сложно. Но здесь очень важен именно дикторский профессионализм. Если ты не слышишь сам себя, ты ни в коем случае не должен перейти сорваться на крик. Нет, ни в коем случае. Потому что люди-то слышат тебя совершенно по-другому, и голос должен оставаться ровным. Я считаю, что мы с Юрой все-таки опытные уже ведущие дикторы, поэтому действительно бывает так, что, как наш режиссер, так, тут читай, тут не читай, так, пальцем ткнул, быстро отсюда, этих уже не надо, эти перелистывают, у нас выхватывают листы. Вот тут читайте быстрее. Поэтому сориентироваться, я, можно я перебью немножко, я перескочу чуть-чуть на трибуну нашего военно-морского флота, почему бы, оттуда же мы начинали, так сказать, повышать свое мастерство, именно как дикторы. И не всегда, вот Юра правильно сказал, что, ну, несколько человек пробовали, пытались искать актеры, привыкли текст прочитывать, просмотреть, пропустить через себя и понять, что там, правильно, Юра? Я правильно говорю? Ну, подготовиться, конечно, для того, чтобы чувствовать себя просторно, свободно, без тревог, да. Здесь более напряженность. И было так, что приводили, когда я вот тоже еще и с Виталием вела, нам приводили, ну, как бы в помощь там, то стихи читать, значит. И эти артисты, они там выберут, ну, я вот этот стихотворение, я вот это. Виталий этого ужасно не любил, еще Виталий тогда, он выхватывал стихи, начинал их читать. Потом говорю, убейте этих артистов! Они выучили это, вот они знают это стихотворение, я буду вот это. Какое там это, когда тут идет этот процесс беспрерывный. И бывает так, что на одной репетиции, он там прочитал стихотворение, на следующей репетиции я могу это стихотворение прочитать. Потом на праздники опять может как угодно быть, потому что ситуация все время как бы идет в накале, особенно на самом празднике. А вот еще очень важный момент, каждый раз, когда наблюдаешь за происходящим во время парада, особенно вживую, то вот эти эмоции живые, которые тобой овладевают, они непередаваемы. Ты начинаешь волноваться, комплекс вступает в горло, особенно когда идут оставшиеся наши ветераны. Вот у вас были такие случаи, когда эмоции брали вверх, необходимо было все равно сохранять вот эту вот торжественность, твердость голоса. Бывало такое, вот лично у меня было такое, когда действительно бывает, читаешь и в таком эмоциональном, в таком вот, не то, что мы порыве нет, а вот именно то, что идут последние участники войны, и их остается так мало и мало. И когда читаешь, есть такие проникновенные строки, что вот действительно вот они идут, и думаешь, господи, когда-то ж настанет тот момент, когда уйдет последний участник Великой Отечественной войны, когда-то у Бориса Алексеевича Миронова, у него есть песня, когда-нибудь никто не знает даже, наступит день, когда пройдет последний, не станет последнего участника войны. И вот действительно ведь так, вот их сейчас все меньше и меньше, им уже за 90, им уже много лет, но они живы, и знаете, волнение такое, что вот он идет, он все равно идет, или его на коляске везут, он увешан медалями, орденами, но это же действительно волнение. А потому что мы выросли, мы дети из Советского Союза, мы выросли на патриотизме, мы воспитаны на этом патриотизме, и, конечно, у нас, может быть, сейчас, я не знаю, дети как-то сейчас по-другому смотрят на это, но мы, по крайней мере, так. Из тех парадов, которые вы провели совместно, быть может, есть такой, который запомнился каждому из вас особенно? Ну, самый запоминающийся был парад 2014 года, год, когда соединение произошло Крыма с Россией. На этот день, 9 мая, провели вначале парад военный, который сопровождался почетным караулом, выносом знамени Победы, и потом, после где-то трехчасового перерыва, был уже непосредственно парад на воде. То есть приехал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и он принимал парад на море, его катер подходил к кораблям, приветствовал моряков, поздравлял с праздником, а потом начался парад непосредственно летчиков. То есть нам в помощь был дан настоящий офицер, летчик, который комментировал все, что происходит в небе. Он знал, как называются эти кораблики. Ну, это был рев такой, что-то там еще. Да, гул, шквал, но тем не менее, все слушали. И это был день, когда я столько людей у нас в городе никогда не видел. После окончания парада мне целый час пришлось идти от площади Нахимов до площади Лазарева, потому что пройти было невозможно. Такого количества людей я никогда не видел. Ну, это был действительно, это подъем такой был и тут. А еще мы с Юрой, когда поднялись на волну, и вот мы озвучивали с ним этот военно-морской парад, как раз встреча Путина, мы поднялись на волну, и там стоит стол, ну, где закрытая вот эта часть, где, как сказать, типа кафе, вот этот бар, этот волна. Вот, и стоит стол, и Сергей Брылев. Они, и с ним еще диктор, что вот я забыла ее фамилию, она тоже мелькает на экранах. Вот, нас подвели к нему, и здравствуйте, здравствуйте. А я даже забыла, как его, думаю, ну, Брылев, Брылев, как-то вот тогда мы его знали, видели. Вот, вы кто будете, он записывает артисты театра флота имени Бориса Лавренева. Ты уже тогда заслуженный был, по-моему, нет? Да, и заслуженный работник культуры России, Комарова Людмила Васильевна, Людмила Комарова. Вот, и наши фамилии прозвучали. Когда мы смотрели этот парад, Сергей Брылев сказал, я с настоящими профессионалами, которые уже много лет ведут, вот, и сегодня помогают озвучивать. Да, получилось, что он напрямую вел трансляцию по стране, канал России. И там перекличка такая была. Да, и нам давали сигнал, мы включались, и непосредственно он на всю страну вещал, что происходило в нашем городе. Сценарии разных парадов год от года, насколько сильно они менялись? Да, в принципе, по-моему, не очень-то они менялись. Ну, когда Украина, можно я перебью, вот, я просто вспоминаю, опять же, когда вели совместный парад победы и с участием военно-морских сил Украины и наших российских, наши черноморцы, он отличался тем, что Виталий Матвенко читал на украинской мове, я читала на русском. И вот эта перекличка, ну, в общем-то, была. Ну, потом уже привыкли к этому за годы. Первые парады были очень. Вот, потом привыкли, это было уже как бы естественно. Вот, шли совместные тренировки, оркестры совместные, барабанщики, там рота почетного караула, ну, все. Вот, ну, вот такие вот парады интересные. Ну, в основном меняется текст, когда новая техника идет. Там уже надо правильно произнести, нужные цифры назвать. Правильно сказать, назвать. Поэтому режиссер заранее говорит, какие будут изменения, и на этом акцентировать внимание, чтобы было все четко, правильно. А еще и быстро надо говорить. Ну, да, бывают такие моменты. Еще и действительно. Ну, без репетиции, конечно, очень трудно сразу прочитать то, что написано, потому что во время репетиции делают разные перестановки, делают по-разному акценты. И, соответственно, вот как Людмила сильно говорила, что даже во время прямой трансляции парада приходится менять текст, потому что что-то изменяется. Какие-то изменения происходили все равно. А бывало, что еще говорили, кто на трибуне находится. Вот мы вот читаем, читаем. Так, это самое, говорите, кто сегодня на трибуне, там почетные гости, там какие ветераны. Ну, вроде бы как бы в начале это, ну, пока еще там не было собрания, там как бы командующий, мэр города там выступали с поздравлениями, с приветствиями. Вот. А потом давайте тут, и тут говорить, и тут не говорить. Мы уже повторяли, говорю, что все это, ну, волнительно и ответственно. И очень важно здесь быть не только образцовым чтецом, профессиональным диктором, но еще и человеком, который быстро умеет ориентироваться на ходу в любой ситуации, а если надо еще и импровизировать. Ну, нет, импровизировать нам не приходилось. Нет, там режиссер, Сергей Дмитриевич за этим следит строго. Да, он у нас, он режиссер и морского парада, и этого парада. Ну, еще было, я еще вела парады, когда военный парад наш, именно техники, и наши войска вел ты, ветеранский парад вела я, Сергеем, как его, Коноваловым, да. Вот. Ну, в общем, такое вот было. И потом уже этот бессмертный полк я уже не вела, там, опять же, другие ведущие, да. Так что вот так у нас. Вот такая перекличка такая вот была. В этом году, конечно, грустно. И необычно. 75-летие со дня Великой Победы, но так сложилась ситуация, совершенно неожиданно для всех. Все мы ждали, все готовились, но парада не будет 9 мая, все же мы будем надеяться на то, что он состоится в ближайшем будущем, потому что год 2020, весь юбилейный, год 75-летия Великой Победы, и поэтому унывать мы, конечно, не будем, как всегда, будем надеяться только на лучшее завершение беседы. Давайте обратимся к нашим зрителям с поздравлениями и с теми пожеланиями, с теми словами, которые вам бы хотелось до них донести в преддверии Великого Праздника. Ну, я всегда вот эти волнительные слова, которые я очень люблю, я их всегда нам за всеми памятными датами видится главнейшая одна. День, когда весною 45-го на земле закончилась война. Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду, и мы живем, и мы опять весну встречаем, встречаем День Победы, главный день в году. С праздником хотим поздравить наших дорогих ветеранов, жителей осажденного Севастополя, всех-всех-всех наших дорогих ветеранов, потому что нам приходится с ними все время работать и для них работать. Ну, я хочу сказать, что очень знаменательно то, что 9 мая 45-го года не только День Победы всей страны, а 9 мая 44-го года это год освобождения нашего родного города. И вот эта дата, она как бы символизирует, что 9 мая это знаменательный День Победы. Так что праздник по-любому существует. Спасибо вам огромное. Поздравляю вас. С праздником желаю каждому крепкого здоровья. Благодарю за беседу, Людмилу Васильевну, Юрию. И надеемся, что в скором будущем вновь услышим ваши голоса на аппарате Победы. Городи, 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 Городи. Спасибо. Ну и надеемся, что День Флота никто не отменит. А вот если уж День Флота отменит. Ну, по-любому будет. Хотя было и такое. Хотя бывало. Как я и говорю. Ну, накануне Дня Флота вспомним мы про День Флота. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин